В грудь минулого года я с коллегами подав законопроект про обе земель. Но тот, который готовится к ближайшему голосованию. Это, смотрите, есть Кабминский законопроект, есть парламентский законопроект. Парламентский законопроект еще в грудь заарестрованный, внесенный. Еще и альтернативный до вас. Есть альтернативный, Карнадский тоже заарестрировал. И есть подание в Конституционный суд с вимогой вызнать мораторий, как такой, что порушает Конституцию и заводит права и свободы граждан. Знаете, все присутные тут хотят рассказать... Конституционный суд, это подстраховка, если в Раде не наберется голосов? Это план. Это, на самом деле, здоровый крок. Потому что мораторий порушает минимум 8 статей Конституции Украины. Я никого из вас не перебиваю. Я никого из вас не перебиваю. Сколько из людей, 55 людей, которые подписали подание, сколько из них голосовали за мораторий? Смотрите, против мораторий голосовало 7 людей всего лишь. Но я подходил к людям, которые подписывали, и они сказали, что это жалуют про свои решения. Тобто 48 людей сначала голосовали за мораторий, а потом сказали, что они ходят в Конституцию. Сергей, ну, флюгерство вам в Украинской полиции уже... Довите, давайте зрозуміємо... Украинской полиции, вы правильно сказали? Давайте зрозуміємо одно. Все присутные тут хочут сказать, как украинцы распоряжаться со своей властностью. Это напоминает 1861 год, когда крепостное право было изменено. Ну и барьни сидели и говорили, а как же там крепостные и без нас будут жить? Украинец как-то разберется, чи продавать ему землю, чи не продавать. Это раз. Другая. Другая. История Украины показывает одно. Украинец всегда хотел купить землю, а не продать. За что? За что? И этого украинца мы знаем. Ну, может быть, вы знаете, мы можем украинцев узнать. Украинец... Украинец мает право купить землю в Соединенных Штатах, Великобритании, Немеччине, Австрии, Испании, но не может купить это в своей государстве. Ну, как таки может быть? За какие гроши, Олексій? Я вам скажу, за какие гроши. Зараз, от, хай присутні тут достануть телефони свои. И гроши за какие земли купить? Зараз украинская цена, про яку вы... Украинская земля, про яку вы скажете, что вона така, вона коштует как айфон. Знайдуть гроши по різным оценкам у украинцев на руках от 40 до 90 миллиардов долларов. Они даже не грозят. Сергей, не перерывайся. С приводу бабусь. Леша, ты спустился с космоса? Я добрый, я спустился с космоса. Я мессия, я спустился с космоса. Пытания нема. Идже питание, звідки, пане Сергею, вы поднялися? Може, снизу, заду? Тут же ж дискуссия. Хочу вам сказать, друзья. Хорошо, Олексей. Олексей, по моей информации, можете подтвердить информацию, что Конституционный суд займется этим вопросом уже на следующей неделе? Дивите, Конституционный суд, згідно с своего регламентом, уже призначил судью до передоведача. И зараз вы решили питание, открывать или не открывать Конституционный правитель. Хорошо, отмените вы этот мораторик? И через Конституционный суд. У вас есть план действия дальше, что делать? Да, безумовно. Как поступается землинка? Я поясню, что станется, если Конституционный суд изменит. По-перше, в земельном законодательстве прописано, что украинец может купить и продавать землю. Это прописано. Единый, кто не может, это иноземцы купить и продавать землю. Это раз. Если Конституционный суд обмеживает эти моратории, которые вводились как тем временем, в 2001 году, я хочу напомнить, что в 2001 году и не было же великих аэрохолдингов. Они выросли под час мораторий. Так у нас будет, на самом деле, максимально либеральный рынок, где нет межей на купивлю и продажу. Мною и моими коллегами. Первый, зареєстрованный законопроект, где на 12 лет расписано поэтапное впроваджение рынка земли. Другой, как бы, сейчас готовят еще два законопроекта про консолидацию, про которую сказали, и про поддержку малых и средних фермеров. Поэтому, на самом деле, если Конституционный суд обмеживает мораторий, и это, на самом деле, правильный решение. Хорошо, Сергей Кап...